В сегодняшнем ролике мы поговорим с вами о нормировке винограда урожаем, о нормировке винограда гроздями, разберем основные принципы и, конечно же, посмотрим все это на примерах. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Завод меня Светлана, я белок по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Маленькое вступление. А зачем вообще нам нужна нормировка урожаем? Дело в том, что у нас с виноградом задачи несколько разные. В виноградной лозе важно распространение. Ему все равно, какая ягода. Нам важно, чтобы была семечка. Кто-то ее распространил, и семечка выросла новой растения. Мы же с вами хотим ягоду сладкую, вкусную, ароматную, крупную, вовремя еще, чтобы вызрела лоза. К тому же, давайте не забывать, что все-таки мы выращиваем виноград в не типичных для него условиях. Достаточно в северных регионах. И поэтому чаще всего нормировка урожаем нам необходима. Если мы хотим получить ягоду сладкую, вкусную, красивую, ароматную и вовремя. Всем ли сортам, всем ли виноградным лозам нужна нормировка урожая? Нет, она нужна не всем. Есть и сорта, у которых гроздочки небольшие, плюс еще могут быть там какие-то проблемы с опылением, да, и они прекрасно справятся с тем урожаем, который они закладывают. Есть, наоборот, такие сорта трудяшки, рабочие лошадки некоторых, даже называют самоубийцами, у которых есть потенциал к большим, очень крупным гроздям, к большой нагрузке, и вот такие сорта нужно нормировать. Отдельно стоит сказать про нормировку урожаем для технических сортов. Да, это тоже имеет место быть, но чаще всего, поскольку у технических сортов все-таки небольшие гроздочки, ну, бывает, конечно, по 300 грамм, но в среднее 100-150, то их нормируют позже. Сейчас о сроках мы поговорим. Там это называется зеленый сбор, и делается он для сокращения сроков созревания. То есть, если у нас сорта ранее, опять же, им это не нужно, это делается для более поздних сортов. Что нужно учитывать при нормировке винограда урожаем? Нужно учитывать сроки созревания, нужно учитывать особенности сорта, сколько у него потенциал к гроздям. Нужно учитывать ваш регион, какие у вас погоды, можем мы себе позволить более длительное созревание, либо не совсем, и состояние вашего конкретного куста в ваших конкретных условиях. Потому что часто вы задаете вопрос, а сколько мне оставить на такой-то год, а сколько мне оставить на такой-то год, а сорт вот такой-то. И что, вот пример приведу. Аладдин. Может гроздочка быть 300 грамм, а у кого-то может быть полкилограмма и даже килограмм. Сколько гроздей оставить на Аладдин? Понимаете? То есть цифра может быть очень разная. Поэтому ваша задача понимать принципы, включать наблюдение, и тогда у вас все получится. Ну а теперь пойдем к конкретным примерам. Еще такой вопрос. Когда мы приступаем к нормировке урожая? Кто-то вообще считает, что часть гроздей можно и нужно убирать до цветения. Да, это имеет место быть, но только на тех сортах, где мы четко знаем, что опыление всегда 100% хорошее. И в регионах, где опять же мы знаем, что у нас проблем с опылениями никаких не может быть. Тогда, да, это можно делать. В иных случаях имеет смысл подождать, когда все цвестет. И тогда, когда мы четко видим, что уже у нас все хорошо опылилось. Вот сразу смотрим конкретные примеры. Это Елизавета. Вот она начинает наливать ягоду. И мы уже видим потенциал этой самой ягоды. Вот гроздочка опылилась. Не очень. Да, а вот эти гроздочки опылились хорошо. И еще смотрите, какой нюанс. Вот на такой ягодке уже, в принципе, потенциал виден. А вот здесь пока не совсем понятно. Да, с одной стороны мы видим большую, красивую гроздь. Гроздь, да, но как развивается эта ягода, вроде даже и опыление неплохое. Но как будет развиваться эта ягода, мы пока не знаем. Это преображение, и в прошлом году она у нас загорошила. Были красивые, классные грозди, но это был горох. То есть нормное преображение ягоды там по 5 сантиметров. У нас были сантиметра по полтора. Ягоды без косточек. Соответственно, если вот эти ягоды будут по 5 сантиметров, тут будет обалденная гроздь. Да, и их две, наверное, на побег. Нет, на этом одна. На соседнем две, да. То есть в таком случае мы оставляем одну гроздь на побег, а может быть даже через побег. Если у нас будут вот такие ягоды. Но если будет горох, то мы можем и две оставить, потому что они тут натянут примерно по полкилограмма. Откуда я-то знаю опыт? Ребят, это опыт, и его надо приобретать самим. Да, можно вот посмотреть, как кто делает, но все равно это надо прочувствовать самим. Так вот, на таком уровне я еще ничего делать не буду. Но через неделю здесь уже будет все понятно, здесь будет видно, и тогда я приму решение, надо мне что-то убирать или не надо. Конечно, кто-то может сказать, а, у меня всегда все нормально, я уже сейчас могу лишнее убрать. Пожалуйста, опять же, вы руководствуетесь вашими конкретными условиями. Ну, мы тем временем возвращаемся к Елизавете. Да, смотрите, что мы тут имеем. Две грозди на побег. Вот, уже мы видим хорошие ягодки. Да, где-то у нас горошек, но вот эта ягодка уже натянет. Нормально, у нас будут хорошие, красивые грозди. Ну, а смотрите, я вот сейчас встаю и показываю вам куст. Ну, мы тем временем возвращаемся к Елизавете. Да, смотрите, что мы тут имеем. Две грозди на побег. Вот, уже мы видим хорошие ягодки. Да, где-то у нас горошек, но вот эта ягодка уже натянет. Нормально, у нас будут хорошие, красивые грозди. Ну, а смотрите, я вот сейчас встаю и показываю вам куст. Мы видим, что он такой не очень мощный, да? Видим. Мы видим длину лозы. Вот это, ну, метра полтора. Мы видим, что она тоненькая. Видим. Соответственно, вот этот урожай, она не вытянет, нет, она может вытянут, но куст будет очень ослаблен, да, на флодоношение на следующий год. Не факт, что мы что-то оставим. На следующий год урожай может быть не очень или его не быть совсем. То есть так делать не надо. Ее надо разгружать. И в данном случае даже, ну, то есть в норме, в норме мы бы оставили по одной грозди на побег. Опять же, потому что я знаю, что Елизавета там в районе килограмма вода с грозди, да, и вот в нашем регионе, в Беларуси, в Минской области так примерно килограмм на побег, на нормальный побег, у которого длина вот уже до верха шпалеры будет вытягивать. Но вот этот куст вряд ли вытянет. И вот на таких тоненьких совсем побегах, смотрите, вот этот я показываю, да, вообще, сколько тут, ну, метр. Тут вообще весь урожай надо убирать. А на более таких сильных побегах можем оставлять по одной вот такой грозди. И в данном случае очень важно не жалеть, потому что, еще раз повторяю, что вы можете, ну, очень сильно испортить сам куст, его состояние, его здоровье. И тоже, смотрите, опять же, в норме, на хороших побегах мы выбираем лучшую грозди. Здесь, кстати, смотрите даже. Раз, маленькая гроздь. Два, гроздь. Три, здесь даже три грозди. Но это не просто много, это очень, очень много. Здесь вообще побег слабый. Мы убрали. Здесь вообще побег слабый. И по-хорошему надо убирать все. Но если вот прямо очень хочется урожая, то можно попробовать. Но опять же, надо будет наблюдать за кустом. Убрать тогда еще вот эту. И оставить маленькую. Особенно, особенно вот такие вещи мы делаем на молодых кустах. Если вот кусту третий год. Нет, бывают те сорта, которые хорошо несут нагрузку, даже в молодом возрасте. Но поймите, что там надо быть осторожным. Мы никогда не знаем, какой будет сезон, как что себя поведет. Поэтому лучше оставить меньше. Тем более мы видим, что состояние растений здесь ну такое слабенькое. Поэтому не жадничаем. Смотрите, можно ли в принципе оставлять урожай на слабых побегах? Я уже сказала, нет. И не нужно этого делать. Единственное исключение бывает так, что вот у нас, допустим, вот здесь какая хорошая, красивая гроздочка. Но здесь побег хороший. Вот на этом, да, я еще не дорезала. Пока что одну оставила. Вот у нас такой коротенький побег, метр. А рядом несколько побегов холостых, больших и крупных. Иногда так бывает. Допустим, у нас что-то подмерзло по весне. И мы видим, что на кусту зеленой массы хватает. Тогда мы, конечно, оставляем. Когда мы оставляем гроздочку, мы знаем, что куст ее вытянет. Две, конечно, не вытянет маленький побег. Но одну при наличии других больших побегов вытянет. Ну вот в данном случае здесь кустик небольшой. Побеги тоненькие. Поэтому мы можем себе позволить пока что оставить по одной грозине на самых, на самых больших побегах понаблюдать недельки-две. И если у нас побеги расти не будут, то еще даже может через побег удалить грозди. Пример противоположный. Это у нас цимус. Посмотрите, какие грозди. Вот он прямо на глазах начал ягоду наливать. Меньше, чем неделю назад я его для вас снимала, показывала. Еще тут ничего особо не было. А сейчас посмотрите. Огромная. Ну, у цимуса ягода не крупная, но грозди мы видим. Вроде бы надо нормировать. Ну, смотрите. Вот это вот вся большая зеленая масса. Вот тут только вот, вот тут чуть-чуть есть побеги ромбика. А так все остальное это цимус. Более того, мы знаем, что цимус он очень сильно рослый. Он прям такой, ну, очень-очень сильно рослый. Ну, ладно, что объяснять? Вот, посмотрите побеги. Толщина. Да, пасынки он уже. Вот, пасынки второго порядка пошли. То есть его надо нагружать. Тем более у самого цимуса ранние сроки созревания. Его надо нагружать. Ну, иначе мы будем получать огромное количество вот этой самой зеленой массы. Поэтому пока что, пока что мы цимус не нормируем. Но, опять же, мы будем наблюдать, как и что тут будет происходить. И тогда принимать решение, пока мы все оставляем так, как есть. Следующий пример. Это у нас Аркадия. Каждый год я показываю нормировку на ней. Опять же возвращаемся, да, к тому, что некоторые грозди бывают удаляются до цветения. Как правило, убираются верхние грозди. Но, опять же, наш многолетний опыт уже показывает. Смотрите, вот эта грозь верхняя, а вот эта грозь нижняя. Мы видим разницу в этой линии, да? Ну, в принципе, вот эта грозь, она больше. А она лучше, чем вот эта. Это вроде как бы по размеру больше, да? Но ягод здесь гораздо меньше. Вот, пожалуйста, если бы мы вот это удалили, ну, осталось бы только вот это. Вот еще такой же пример, да? Нижняя грозь. Вот такая никакая. Верхняя, да, она вроде как поменьше, но такая более интересная. Еще смотрите, чем интересна Аркадия. Вот я вам показывала грозди преображения, да? Огромные. Там же байконур рядышком все-таки огромный-огромный. У Аркадии изначально грозди маленькая. Когда она цветет, она маленькая. Когда вот она начинает ягодку надевать, она тоже еще небольшая. Вот смотрите, такая свечечка. Сначала свечечки, потом они так опускаются. То есть пока что они небольшие, но потенциал у них очень большой. Поэтому всегда читайте характеристики. сорта. Вот смотрите, с другой стороны, да, вот только она отцвела, чуть позже с этой стороны цвела, и мы видим еще вот совсем такие гроздочки небольшие. И, опять же, смотрите, рост здесь шикарный. Поэтому вот в данном случае можно, не спеши с нормировкой, на Аркадии. Мы, как правило, оставляем одну гроздь на побег, только на самых крайних побегах. Мы с двух сторон можем оставить по две. У нее гроздь килограммы выше бывает. У нас максимально было кило шестьсот на Аркадии. То есть для нее гроздь на побег как бы более чем достаточно. Но давайте, опять же, учитывать сезон и состояние растения на вашем конкретном участке. Смотрите, по росту, да, вот еще раз повторю, все классно. А вот по гроздочкам пока что непонятно. А при чем еще какой момент? Мы должны учитывать не только гроздь на побег, но и, в принципе, на все растение. То есть, например, если у нас есть там холостые, либо вот, смотрите, тоже вот здесь у нас две грозди, да, а на этом побеге одна маленькая. Вот это, ну, я думаю, что где-то с полкилограмма будет эта гроздочка. Ну, здесь, конечно, побег небольшой, но такая же ситуация. Вот большой хороший побег, одна гроздочка. Поэтому мы можем себе позволить догрузить в общем куст за счет других побегов. Ну, тоже, видите, вот здесь упыление. Вот, обе гроздочки вроде как опылились хорошо. Ну, опять же, повторю, что я вижу потенциал, что вот здесь вот будет небольшой. Эти гроздки будут небольшими. И, опять же, не бывает, понимаете, вот единоправильного, что только так и никак иначе. Машины времени у нас нет посмотреть в будущее. С одной стороны, как может развиваться ситуация. А я, допустим, вот эту худшую гроздь убираю, это лучшее, да, она наливает ягоду крупную, 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 и в итоге мы получаем тот же вес в килограмм, например, да, или даже в полтора. Может развиваться так событие. С другой стороны, я могу это убрать, и у нас вырастет здесь гроздочка в полкилограмма. Я никогда не знаю, как это будет. Поэтому решение и ответственность. Опять же, не надо меня спрашивать, а мне сейчас убирать или не сейчас. Поймите, за вас, ваш виноград не вырастет никто. И решение вы принимаете самостоятельно, опираясь, да, на какие-то вот такие опорные точки. То есть вот я в данном случае, в данном случае, принимаю решение еще с недельку подождать. Я буду смотреть, как ягода наливается, я буду смотреть, как у меня растет лоза, да, и тогда буду видеть, все-таки убрать, либо оставить. Вот это вот, вот эта гроздочка такая, без носика, вот она точно будет небольшой. Я уже это знаю. И вот эти я оставлю две. А вот тут посмотрим и посмотрим, в общем, по кусту. Время нам еще позволяет, тем более, смотрите, этот сезон у нас, ну, как говорят, очень ранний, на самом деле, ранняя весна, потом были заморозки, растения стояли в ступоре, то есть я бы не сказала, что прям он такой, очень ранний. И многие сорта, они, в принципе, в своем таком среднем темпе идут. Ну, тем не менее, еще у нас конец июня, да, еще два месяца впереди, плюс еще, ну, должен же быть какой-то сентябрь, поэтому мы можем себе позволить подождать. Если бы мы, к примеру, вот такую картину видели в середине июля, то однозначно мы бы уже не смотрели на то, что, а сколько это гроздочка, у нас зависит, полкилограмма, либо не полкилограмма, мы бы убирали лишнее, потому что мы понимаем, что сезон короткий, и нам надо вот это вот созреть, и нам надо, чтобы лоза созрела. Поэтому мы будем лишнее убирать. Да, жалко, ну, что делать? Пока что мы можем позволить себе это оставить, но наблюдаем, да, и через неделю принимаем решение, убрать, либо не убрать. Еще, смотрите, опять же, касательно грозди на побег. Супер экстра. Смотрите, что мы имеем. Одни грозди вот такие, но вот это неплохо нальет. Неплохо нальет. И вот такая вот грозди. Ну, это горох. Это вообще совсем-совсем горох, да, к сожалению, так. Вот это, да, это тоже горох. И он сильно не нальется. Он так и останется вот такой вот меленький. Какая здесь одна гроза на побег? Вот если здесь все надо оставлять, то сильно мы урожай не соберем. Видите, вот так вот. Вот, к сожалению, да, такое бывает. Потенциал грозди, вот сравните с Аркадьей, да, там в ладошку моя легко помешать, а здесь вот потенциал грозди шикарный, да, а смысл. Ну, и вот я вижу, я знаю, что это будет горох. Поэтому здесь и 3, 4, 5 таких можно оставлять, вкус легко это вытянет. Мы возвращаемся с вами к Аркадии, да. Значит, в норме одна грозь на побег. Но мы пока что оставляем, смотрим, через недельку принимаем решение, убираем, либо не убираем. Если вам интересен, вот именно пример Аркадий, что в итоге мы сделаем. Примерно через неделю-полторы, да, уже какие-то работы будем проводить, напишите в комментариях. Я буду понимать, нужен этот ролик, либо не нужен. Вот это у нас грозди сени. Две грозди на побег он обычно выдает. Раз, два. Ну, сеню мы тоже никогда не нормируем. Средний у него грозь где-то грамм по 700. Ну, когда чуть больше, когда чуть меньше. Ну, мы знаем, опять же, что он вытягивает. У него ранние сроки созревания. У него шикарно зреет лоза. Поэтому сени мы не нормируем никогда. Но, опять же, при нашем росте, да, при наших условиях мы все это оставляем. Если у вас, например, кустик молодой, он не так мощно хорошо растет. Здесь лозы уже, видите, они такие даже не совсем травянистые, тоже доросли до верхней проволоки. Значит, одну гроздь вы убираете. Одну смело усенье можно оставлять, но одну в случае необходимости, если вы видите, что рост у растений так себе, можно и не нужно убрать. И, конечно, вот такой случай, как я вам показывала на Елизавете. Вот она, когда побеги небольшие. Здесь надо убирать сильно. Не более одной грозди на сильный побег. Вот, кстати, нашла пример, о котором говорила. Это донские зури. Смотрите, здесь хорошая, хорошая гроздь. Нормальная она даст тут урожай, но побег. Побег, видим, небольшой побег, метр. Но вот сам куст, что мы видим? Хорошая, мощная, красивая побеги. Да, на них тоже есть урожай, но есть побеги и холостые, поэтому, опять же, нам надо куст нагрузить. И мы оставляем урожай даже на таких побегах небольших. Для новичков такая маленькая подсказка. Кроме того, что сам себе побег растет хорошо и быстро дорастает до верхних проволок, еще обилие пасынков. Обилие пасынков, посмотрите, больших пасынков. Больших я их специально, специально режу длинно здесь, чтобы куст нагрузить. Что видите, вот обилие пасынков говорит о том, что у куста сил хватает. Соответственно, мы его нагружаем. Опять же, допустим, в августе, если мы будем видеть, что как-то у нас пока что зреет не очень, можем часть урожая убрать. Примерно, когда он начинает уже окрашиваться, либо размягчаться ягоды, но окрашиваться у синих, у белых сортов размягчаться. Вот для технических сортов это называется зеленый сбор. То есть, с одной стороны, мы куст нагружаем, а потом часть вот этого урожая убираем, чтобы остальная часть урожая раньше созрела. И последнее касается велеса. Смотрите, велес у нас еще доцветает. Кстати, о вопросу, что яй так поздно цветет, а успеет ли созреть? Здесь, конечно, успеет. Сроки цветения со сроками созревания не совсем коррелируют. Поэтому мы знаем, что велес цветет последним, и для него это абсолютно нормально. Ну, понятно, да, здесь еще цветет. Здесь еще непонятно вообще, как будет созревать. Вот здесь уже начинает потихонечку завязываться ягодка. Ну, пока все как бы очень красиво, да, и кажется, вау, может быть, уже что-то обрезать. Нет, опять же, посмотрим, как начнут наливаться ягоды. У нас велес всегда был очень мелкий, и вообще гроздочки какие-то были небольшие, поэтому мы его никогда не нормировали. Ну, вот, наконец, он вошел в свою силу. Вот вывалил тут такие красивенькие гроздочки. Вот, поэтому недельку, может быть, две мы подождем, и будем видеть, опять же, как он зреет, как он растет. И тогда будем убирать лишние грозди. И если очень большая грозь, вот как у велеса, вот смотрите, вот эта, да, она, кстати, смотрите, вот эта вот часть, это все оно. То есть, если мы, может быть, будем убирать вот так еще и часть грозди, чтобы все остальное равномерно созидело. То есть, как видите, с одной стороны все индивидуально, с другой стороны определенная опорная точка у вас есть, и надо просто подойти к своему кусту, посмотреть на него, немножко проанализировать, да, и тогда все у вас получится. Самое главное, не бойтесь. И еще я уже говорила, но повторю, если кусты молодые, если это третий, четвертый год, то там лучше оставить меньше. Потому что вот для молодых кустиков перегруз может сказаться в дальнейшем. Конечно, опять же, это действует не на все сорта. Есть сорта, которые можно нагружать, их хорошо нагружать, но в этом есть определенный риск. Поэтому вот мы себе иногда такой риск позволяем, мы можем себе это позволить, да, мы понимаем, как бы всю ответственность и все последствия, а вам советуем, что вот если кустик молодой, немножко не нагрузите. Опять же, а сколько оставить на куст? Ну, у вас есть определенное количество побегов, если мы говорим, что для нормального взрослого куста это средний килограмм на побег, то для молодого оставьте по полкилограмма. Если там большие крупные грозди, оставьте грозди через одну, а может быть даже и через две. И опять же, ну, зависит от куста. Я же не знаю, сколько вы там всего оставили. Тут уже вы смотрите сами, анализируйте сами. В конце концов, как на примере Велеса я вам показала, можно просто грозди, если они длинные, по половину грозди срезать, и тоже будет хорошо. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также напоминаю, что вот если интересно финально, что мы сделаем на Аркадии, напишите мне, и я буду понимать, надо мне тратить время на съемку, либо я пойду быстренько все сделаю и забуду про это. Также в описании ролика, нажав кнопку «Еще» вы найдете ссылку на каталог наших сортов винограда. Обновление каталога мы планируем примерно к концу августа. Ну и до новых встреч!